Карта Российской Федерации Ладно, позакладывай Да, мы еще мировая висит Ладно Что, сейчас? Какой план? А, план? Киртан, да? Киртан, да Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ари-кришна Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok на себя. Такую задачу всех представить. Буквально пару слов сказать, пока я могу взять. Это Никита, учится в школе в десятом классе. Ваш Риме один год, отучившись в следующий год, кто собирается поехать в Вашем Юрлово, в Москву, читать пранаву мантру. Второе поколение? Второе поколение? Что значит первое, второе поколение? Ну имеется в виду, что родители предные или нет? Родители дружат. Второе поколение обозначает, что уже родился в земле Христа. Меня зовут Ананда Будхидас, я 4 года здесь в Ашем Юрлово. У нас был такой костяк, пять амичей. Мы в двенадцатом году здесь начали заниматься бромычаги Ашем Юрлово. Лидер в Ашем Юрлово. У нас сейчас совет. Управляющий совет есть. Мы находимся там. Вот, это Степан, тоже из Омска. Ваши дни три года. Он полностью взял на себе служение всех инженерных и IT, в общем коммуникации. Все это, компьютеры, сети, интернет, все это на его плечах здесь держится. Так же мы все проходим обучение. Должен бы сначала сказать, что мы уже два года как стали Ашемом по типу Юрлова, мы преобразовались с Ашемом, Санхиртом и Харинамой в основном в вашем образовании. Сейчас здесь с сентября по конец апреля происходит обучение первого и второго курса. Основы философии первого курса, второго курса бахтишатства. Это точно в настоящий район происходит. Так как предполагаем дальше продолжать это буду. Константин, наш сын тоже пару лет, преподаватель, уже отлично знает три раздела ведического знания. Санбан в Абхидея Прайоджина, замечательно преподает. Мы считаем, что за Уралом никто лучше него не знает эти дисциплины. Поедет в Юрлова в следующем году, он учается с бахтишатством. Вот Игнат первый год, из Кирова приехал, там читата Прагуева, туда откомандировал. Сам? Слежил несколько месяцев, слежил в Махадьюти Прагу, в качестве личной услуги. Здесь вот сейчас первый курс, занимается на первом курсе. Замечательный, приятный. Константин из Челябинска, тоже первый год вашим, проходит обучение на первом курсе. Замечательный, приятный. Аравинда Прабуевна в городе очень распрятался. Это главный поджарий Шищегорный Тай в Монском храме, с 2008 года в движении. Знаток шастер в Писании, очень много все знает. Кришна, Кришна, Кришна. А духовный учитель? А духовный учитель Читани Чанджи Чаван Прабу. Аравинда? Аравинда Прабу, вот он. Вот образец для поведения, в общем, учитель, преподаватель. Кришна, Кришна. Замечательно поет, замечательно танцует, душа компании, готовит, потрясающе. Халатхара Прабу, это один из опора департамента Пуджаи, это слуга Радхи Говинды, непосредственный помощник Монохары Прабу в поклонении Божествам, к которому он также уже поступает предложение всероссийского масштаба, так скажем, взять ответственность за департамент поклонения Божествам уже по России. Вот этих министерств. В общем, он прошел обучение в Майпуре. Я помню. Давай как мы пересекали. Он рассказывает, то есть, с чадором. Он тоже. Частый гость там. Частый гость там в Майпуре. Я? Ну, так, да. Раз в год иногда чаще бывает. Здесь самый первый появился в Омске, в общем. И нас вокруг себя всех собрал, в общем. В тысячелосьмом году он уже пришел в Омский храм. Там Лев, такой высокий, крепкий йог, сидит. Это звучит непредно. Он уже пару лет в Аширме. А сейчас он возглавляет в Омске направления «Общее дело». Он сейчас проповедует по университетам, по школам. Непосредственно под руководством Шакшашки. Да. Очень удачный. Лев очень обаятельный. Его слушают, особенно эти темы. Мы его называем уже экспансией «Ударитхамбругу». Вот. Хорошо это получается. Большое будущее, похоже. По причинам. Там в углу Карума Нитая трубу. Это ученик. Его свидетельство с Шивараданат Махараджа. Они даже внешне похожи. Да. Это любитель паломничества в Индию. Также он очень много лет занимался уже в Омске департаментом кухни, храму. И вывел ее на очень высокий уровень. Сейчас он просто изучает бхакти-шастры, поклоняется Шишиборне Тай. Все уверены, что за ним большое-большое будущее. Человек супер ответственный. Карума Нитая. Трианат Халдхары Прабу Максим. Сидит. Он обучается сейчас Варшим. Ручущего два года. Замечательная киртания. Такой очень благостный. С романичной природой. Будет преподавателем. Постигать эти науки ведические. И затем будет преподавать у него это. То есть он не сомневается, что в этом его природа. И так он будет служить Кришне. Он также замечательно поет. И сейчас ответственный за проведение Харинан в Омске. Он такой лидер. Мощный великан это Максим. Второй год тоже Варшим прошел обучение. Сейчас он занимается как раз департаментом кухни. Повар фактически такой незаменимый ежедневно. Очень вкусно готовит. У него качество такого начальника, командира. Вот он их сейчас оттачивает. Серьезно работает над качествами. Увлечен лекциями Бхакти Веданте Саду Махаранджа. В общем собирается жить по этим принципам. И наверняка это был очень мощный лидер. В какой-то ядре, может быть, в Омске. Там за Максимом Сергеем уже тоже давно. Это Амич. В Омском храме уже тоже давно. Сергей имеет очень удивительную природу. Все делать очень хорошо и качественно. Все, что ему попросишь. Все, за что он наберется. Все получается очень качественно. С качественным подходом. Все эти шкафчики качественные. Это тоже все Сергей Ревоза. Он любит служение, любит служить преданным. И он будет получаться очень-очень хорошо. Он проходит сейчас обучение на первом курсе Вашрама. Посмотрим, что будет дальше. Наверняка он продолжит идти по этой дороге. Наудит Мандала Прабху. Сам из Челябинска. Уже три с половиной года он в Вашраме. Приехал. Хотел в Индию сначала поехать в Вашрам. Но вы ему сказали, что А ты в Индию уже был? Не был. Давай сначала в Индию поехали. Посоветовали. Может быть, сначала годик в России где-нибудь тебя бормочариваешь. Больше я здесь оказался. У тебя не первый годик пошел. У тебя не первый годик пошел. Четвертый годик. Замечательный паринамщик. Замечательный повар. Очень не хочется, чтобы он уезжал. Он уже вот собирается. Скоро у него с Минашема. Мы будем очень скучать. Зову его, чтобы он опустил корни в Омске. Но он пока думает. Как согласны? Невестой в Омске? Невестой в Омске. Невестой в Омске. Откуда? С Москвой? С Москвой. Серьезной. Посмотрим, как сложится. В любом случае, мы останемся хорошими друзьями. У нас очень крепкие связи за эти годы дружеские сложились. Надеемся на продолжение дружбы и совместной троповеди в дальнейшем. На Адвик Мандалы пробую сидеть Евгений. Очень серьезный преданный. Первый год он в Ашиме проходит обучение. В принципе, это большинство из преданных он здесь оказался. Это санкиртанщик с большим-большим вкусом, который после обучения планирует посвятить свою жизнь санкиртану. Здесь уже появляются мысли о том, чтобы сформировать команду Ашим санкиртану. В общем, горит эта идея и у него очень хорошо это получается. Я слышал несколько раз его истории и как он общается. Это уникально вообще. Какой день на улице дает общение людям. Очень оригинально, с великолепным чувством юмора, с обаянием. В общем, сердца плавятся. Поэтому хочется пожелать удачи. Вон взглях Стас. Стас он из Алматы. Тоже первый год. Сейчас проходит обучение. Один из лучших учеников. Сейчас дает на пятерке. Иногда с пересдачи, конечно. Но все равно на пятерке. Стас, как и Степан, у него большие способности к разным электронным технологиям. Сейчас уже взял в такое служение. Снимает что-то. Работает с интернет, проповедь интернет. В Туласе. Также он служит в Туласе. В общем, очень такой перспективный, успешный, вдохновленный, преданный. Который планирует в ближайшее время так же стараться громачалим. И раньше увлекался мотоциклами, мотокроссом. Мы даже когда были в Алматы, катались на его реактивном велосипеде. Такой рассказ. Виталий сидит. Виталий это брамачарит уже много-много лет. Это шутка. Это просто наш товарищ, который часто с нами проводит время. Участвует в каких-то мероприятиях. Он строит все-таки греха с хаашем. Это наш товарищ, который регулярно приходит в храм, занимается служением. Потрясающий актер. Мы все жаждем видеть его в каких-то больших театральных выступлениях. У него большие-большие способности. Очень любим Виталия. Акхора Вирия Прабу. Чандры. Может быть, как-то формально не считается, что Вирия Прабу будет такой член Амского Ашема. Но это очень большой-большой наш друг, который очень увлечен проповедью. И по всему миру он путешествует. То в США поедет, то в Перу поедет. То в Южную Индию соберет там большие группы. Такая у него деятельность. Сейчас у нас какие-то новые совместные мероприятия начались. Но так получилось, что мы очень подружились. И теперь, когда, например, мы что-то планируем, встречаемся в Омске. Здесь у нас рождаются какие-то идеи, может быть, проповедничество. Мы смотрим на эти карты и что-то придумываем. Вот и сейчас у нас уже год заполняется расписанием. Благодаря нашему сотрудничеству. Таким вот у нас друзья. И от Гавридас Киртани я говорю. Да, вот ученик Шириндрадин Насай Махараджи. Вот он уже два года в Ашраме. Прошел обучение Бхагадгиты Бхахчи Шастер. Половину курса в Юрлова. Вернулся сюда. Сейчас он решает, чем будет дальше заниматься. Есть разные идеи. Очень перспективные, вдохновенные преданы. Которые универсалы может таких там спеть. Лекции дать и не дать лекции. Да, поклоняется Шащиндрадин. В общем, за что бы ни взялся, все у него хорошо получается. Конечно. Сейчас он так решает вместе со старшими преданами, какая его ждет ответственность в будущем. Какое место в миссии Шириндрады будет занимать. Сейчас такой период. А вот Садкирти Прабу присоединился. Садкирти Прабу. Садкирти Прабу. Он не пропускает ни одного мероприятия, которое проходит в Омской общине. Это слуга всех гостей, которые приезжают в Омскую Ятру. Он всегда их возит, всегда им служит. Также мы его еще называем Махарадж Парикшик. Потому что это тот человек, который уже много-много лет отвечает за назначение лекторов на утренние лекции. Шириндрад Бага. Который наверняка уже знает наизусть Шириндрад Бага. Это ученик Бхактюгенга Садкирти Прабу. И специально оставил в конце Вражинарику Прабу. Это двигатель Омского Ашрама. Это душа Омского Ашрама. Это настроение Омского Ашрама. Настолько сильная личность. Такой лидер. Он говорит, что если он, например, хочет кушать, то значит весь Ашрам сошел. Если у него хорошее настроение, то у всего Ашрама хорошее настроение. Если у него грустно, то весь Ашрам в осени находится. Грустная, печальная осень. Такой мощный лидер, который сейчас является Куратором. Первые курсы. Все его очень любят. Просто душа. Он сказал, что если его не будет, я не знаю, наверное, придется закорачивать дверь. Конечно. Вот. Наверное, все. Спасибо. Еще раз ваше имя. Не, Ананда. Ананда. Хорошо. Спасибо. Хорошо. Ну, меня, наверное, никто не знает особо. Поэтому надо не представиться. Ну, конечно же, знаю заочно. Да. Ну, личное общение у нас с Амдриганом. Поэтому мы очень пожаждаем. Ну, то есть полное имя Бхак-Тирасаэн Сагар-Свами. Для простоты Сагар-Свами. Можно называть меня. Я получил инициацию меньше месяца назад. Неофит. Поэтому неофит. С Аня Сашина. И, ну, некоторые помнят меня еще тогда, когда я был региональным секретарем к Уралу. Приезжал в Омск. Периодически. Это было с 96 по где-то примерно 2003 год. Ну, и основные виды служения – это образовательная тренинговая программа для преданных и связь с общественностью, межконфессиональной идеологии, связи на правительственном уровне, в частности, в организации объединенных наций в некоторых странах. География моей проповеди в основном – это за пределами России и каких-то стран СНГ иногда эпизодически. Но в основном это англоязычные страны, такие как Англия, Канада, США, Австралия, Сингапур. Ну, и некоторые не англоязычные страны, в которые мне просили ездить. Старшие преданы, UBC, это Япония, Израиль, да, еще там несколько малых стран. Ну, в Европе, конечно, тоже иногда просят ездить куда-то, в Германию, еще куда-то. И, да, часть времени, может быть, пару месяцев в году я сопровождаю своего духовного фельдля, что вы на родину с вами в качестве секретаря-переводчика. Ну, вот так вкратце о себе. Я здесь ваш слуга, поэтому скажите, что от меня требуется. Я узнал вот перед этим общением, что вам не передали все-таки нашу, так сказать, просьбу и не озвучили тему, которую мы заявляем, можно так сказать, на традиционно каких-то особых гостей, особенно с Анясиной, просим у организаторов, чтобы они уделили время для Ашвана и Брамачари получить общение и выбираем какую-то тему обычно. Ну, у нас какая-то традиция. Вот здесь мы тоже выбирали тему, но вам вот ее почему-то не передали, как я узнал, боялись, так сказать, напугать. Тема была такая, это автобиографический семинар «История жизни у Тамашлоки Даса жизни Брамачари да Саньяса». Вот такая была необычная, эксклюзивная тема. Мы очень хотели, у нас много вопросов разных. Мы любим вот покопаться в истории, чтобы получить какой-то опыт. Это, наверное, все так интересно. Или как личность тоже очень интересно. Ну, что интереснее до присоединения или после присоединения? С момента, а? А можно как перешел? А можно и с самого начала? С самого начала. Больше интересно было, как один психиатр говорит пациенту, «Ну, я знаю, что вы заявляете, что вы Бог, но расскажите подробно с самого начала, как все произошло». И пациент говорит, «Ну, если с самого начала, то в начале я сотворил небо и землю». Ну, я просто боюсь, что вы слишком много времени на это увидите. Тогда то, что было до Искона, это можно опустить. Опустить? Окей. Хорошо. Сначала потому, что больше интересна история Искона. Да, наверное, это более актуально, потому что ясно, что Кришна приводит разных преданных разными путями. Читаем, вчера, целую книгу написал, кстати, там обо мне тоже что-то есть, поэтому не так актуально. Да. Я присоединился в Сухуми и вообще-то я познакомился со знанием Кришны в Петербурге, потому что я большую часть своей молодости в школе и далее я учился в Петербурге. То есть по специализации я был переводчиком, ну, правда, техническим переводчиком, но, в принципе, и так было важно. То есть эта специализация мне помогла в моем служении, потому что в то время, когда я присоединился, очень мало кто из преданных знал английский язык. Поэтому я, в принципе, сопровождал в начале своего духовного учителя в его поездках и потом других духовных учителей также, да. Но, да, я познакомился в Петербурге, потом, в следующий раз я встретился с преданными, когда я поехал к Баку, я оттуда родом, когда я там родился. Вот, и как-то эпизодически я там с ними пообщался, начал читать книги про упады, и я совершенно не знал, что, например, мантру надо повторять на четках, хотя Харе Кришна мантру была известна, то есть я ее пел, так, ну, потому что я увлекался рок-музыкой, и там все пели Харе Кришна практически, даже знаменитые музыканты. Вот, но я не знал, что ее надо повторять на четках, и Кришна вообще выполнил, наверное, все мои желания, которые только можно было себе представить, просто потому что, ну, как бы я, ну, верил в Кришну, то есть я там несколько раз эксперимент оставил на тем, насколько Харе Кришна мантра, например, это действительно метод выхода на прямую, на прямой контакт с Верховным Господом, да, с Верховной Личностью Бога. Вот, и после ряда экспериментов я убедился, что, да, это все реальность, и, ну, могу, если интересно сказать, даже какие эксперименты. Да, очень интересно. Ну, да, чуть-чуть, можно, если буквально пару слов о том, как я, ну, будучи в Петербурге, и... Как-то сказать, относясь к группе неформальной молодежи, то есть я участвовал в пацифийском движении, общался с хиппи, и был таким диссидентом, да, то есть я боролся с советской властью. Ну, в основном информационную, ну, какую-то информацию распространял и так далее. И среди хиппи была такая традиция ездить автостопом. Не то, что это была какая-то необходимость такая, да, что там денег не было, например, на билеты, а вот это просто, ну, как, принцип такой был, да, среди хиппи ездить автостопом. И, ну, выглядел я очень, так, нетрадиционно, поэтому водители советские, они боялись просто остановиться. В основном, ну, как бы легковые машины не останавливались, а какие-то дальнобойщики в основном нас подбирали, потому что, ну, им было скучно, там целый день баронку крутить, и хотелось там с кем-то поговорить, да. Какой-то странный человек стоит, но надо поговорить. И они, как бы, особо не боялись, потому что дальнобойщики, они такие видавшие виды ребят. Вот. И я пытался остановить хоть какую-то машину, ну, пару часов. И я вообще настолько уже потерял всякую надежду, я подумал, ну, вот, только Кришну может помочь. Я подумал, что если Кришна – это Верховный Господь, то если я буду повторять Харе Кришну мантру, то машина должна остановиться. И я в то же время практиковал развитие телепатических способностей, ну, то есть, внушать людям мысли какие-то и так далее, да. Контролировать сознание, не свое, а чужое. И там такое упражнение, ну, для телепата-неофита, да, что если человек стоит к тебе спиной, ты просто смотришь ему в затылок и внушаешь ему, что ты должен ко мне повернуться лицом, да. Вот. И я пробовал это делать, у меня вообще ничего не получилось. То есть, мои попытки кому-то что-то внушить, оканчивались полным провалом. Вот. И я так думаю, ну, вот, водителю надо внушить мысли, чтобы он остановился. Вот. И я думаю, что вот, если я буду, ну, то есть, я несколько раз попробовал, ничего не получалось. Я подумал, что если я вот буду повторять Харе Кришну мантру, если Кришна действительно Бог, то вот самый первый водитель, он должен остановиться. Такое условие Кришне поставил. Вот. И вижу, едет ликовая машина. И я, чтобы, ну, точно быть убежденным в том, что это не совпадение, не случайность, я даже не стал поднимать руки. Я просто стоял на обочине, смотрел так, гипнотизировал водителя взглядом на приближающиеся машины, повторял Харе Кришну слух и в уме говорил ему, ты должен остановить машину, ты должен остановить машину. И этот водитель остановился, я был сам в шоке. Вот. И когда я открыл дверь, я увидел, что он на меня так испуганно смотрит. Вот. И говорит, подвезти, что ли? Я говорю, да, подвезти. Такой, ну, ладно, садись. И он ехал вообще от меня так отодвинувшись. То есть просто было понятно, что он остановился не по собственному желанию. И этого было недостаточно. Я еще там несколько экспериментов ставил. Например, я шел... Ну, у нас в основном был ночной образ жизни. Я шел к своему другу, это был час ночи. И я, ну, как бы, не мог найти... То есть я не знал адреса. Я просто знал визуально, как выглядит его дом и подъезд. Я не знал адреса. Я думал, как я найду в час ночи, даже если бы было у кого спросить, бесполезно спрашивать. Я просто решил начать повторять Харе Кришну мантру. И тоже, как бы, так Кришне говорят, ну, вот, если ты бог, давай я буду просто повторять Харе Кришна, и я найду этот адрес, найду этот подъезд, найду этот дом. И реально через пять минут я уже стоял перед Памиром, ну, ряд таких экспериментов ставил, и потом уже настолько сильно убедился в том, что Харе Кришна мантра на сто процентов работает вообще, то есть, как бы, вот, просто Харе Кришне достаточно повторять, и все, в жизни, то есть, чудеса начинают происходить. И мы поехали с одним моим другом тоже, как бы, хиппи, мы решили уйти в Индию, да, через пересечь государственную границу, мы поехали в Среднюю Азию, ну, мы, так сказать, просто посмотрели по карте, и там, ну, несколько сантиметров буквально, да, азиатская граница до Индии, там через Пакистан перейти, и все нормально. Но несколько сантиметров на карте, это несколько тысяч километров по горам, вот, и мы были настолько наивными, что как бы даже этого не понимали, причем без всякого опыта, там, вообще, таких переходов. Ну, поехали в Среднюю Азию, и мы там были вообще настолько экзотичными, что, ну, даже в таком просвещенном Петербурге на нас люди обращали внимание, представляете? Средняя Азия, где вообще люди ничего не видели, да, мы там были вообще как звери в зоопарке, то есть собирались толпы вообще на нас. Вот, и мы там нашли, где жить, и я пошел в магазин что-то купить. Я проходил через какой-то район города, проблематично, и ко мне подошла такая шайка подростков, и говорят, что вот, любой, кто проходит через эти места, должен нам платить налог, то есть, ты должен нам отдать все деньги, которые у тебя в кармане, вот. Ну, я такой, в то время, как-то, вот, я постоянно повторял Харе Кришну мантру в уме. И, когда вот постоянно повторяешь Харе Кришну, интересно меняется сознание, то есть, перестаешь воспринимать реальность как реальность, то есть, такое ощущение, что все, что происходит, это просто спектакль, вот и все. То есть, просто каждый играет какие-то роли, ну, и, соответственно, Кришна это устраивает, да. Кришна вдохновляет каждого, какие-то роли играет, то есть, это все не настоящее. Вот так как-то вот это сознание перестраивается. И вот у меня было такое ощущение, что все просто, все какие-то роли играют. И Кришна – это режиссер. Вот, и подходят эти ребята с такими злыми лицами, давай деньги, все, там, мы тебя грабим. Я смотрю на них и улыбаюсь, думаю, ничего себе. Это уже из спектакля в какой-то цирк превращается. Какие-то клоуны подошли. Играют роль злодеев. Вот. И я так смотрю на них, улыбаюсь. А этот парень, который, ну, как бы, предводитель, там, божак этой шайки, он, ну, как бы, ему не нравится это, что я улыбаюсь. Он говорит, ты что, не понимаешь, что, как бы, мы серьезно, давай все деньги, иначе тебе плохо будет. И достает лезвие к моему горлу и говорит, вот я сейчас тебе горло перевежу, реально, если ты просто деньги не отдашь, да. Вот. Я думаю, интересно, что, что Кришна задумал. И такой смотрю, ну, то есть, он мне таким, с таким злым лицом смотрит, и я смотрю ему в глаза. И у него глаза начинают бегать. Думаю, странно. Он меня пытается испугать, а сам-то он нервничает. Смотрю на руку, рука дрожит. Ну, ну, ясно, что человек-то зарезать не так легко. И мне так смешно стало, я думаю, он меня пытается напугать, и сам он боится больше, чем я. И я просто не выдержал, а начал смеяться. Смотрел на него и смеялся. И он такой вообще посмотрел на меня, посмотрел на своих друзей и говорит, он вообще сумасшедший, да мы убегаем отсюда. В разные стороны. Через пять секунд я забыл обо всем, то есть, пошел в магазин и так далее. Ну, то есть, в любом случае, были там разные интересные вещи. И как-то вот, ну, в какой-то момент, то есть, ну, я был молодым, мне было двадцать, там, двадцать чем-то лет, да, двадцать один, может, максимум. И, ну, про вегетарианство я знал, то есть, я мясо вообще терпеть не мог с детства, и поэтому для меня это была вообще великая удача, что можно, оказывается, не есть мясо, и этому есть оправдание очень хорошее. Ну, вот, но насчет того, чтобы следовать каким-то другим ограничениям, ну, я об этом сильно не волновался, то есть, я думаю, жизнь создана для наслаждения. Вот, и как-то, ну, я читал книги Прабхупады, повторяю, ну, пел Харе Кришна, и как-то Кришна так все устроил, что у меня появилось очень много денег, причем, ну, как бы, вполне законным способом, там, отец занимался бизнесом, меня тоже к этому подключил. И у меня просто было больше денег, чем я мог потратить, реально, тем более, это были такие, после перестройки, ну, первые годы перестройки, и там бизнесом не занимались только самые ленивые, наверное, вот, и, ну, то есть, там, рестораны, друзья, подруги и все остальное, то есть, это, как бы, каждый день все это происходило, и я думал, что, ну, вот оно, счастье, то есть, денег полно, можно делать все, что угодно, и почему-то у меня началась такая депрессия, потому что изнутри, вот, голос, да, говорил мне, что ты просто ерундой занимаешься, да, жизнь прожигаешь, что ты можешь вообще умереть завтра, да, и какой смысл в твоей жизни, вот. И меня этот голос довел до такой депрессии, что я решил, ну, что-то надо с этим сделать. Я понял, что надо искать преданных, и вот Сухуми нашел преданных, и они мне сказали, конечно, ну, ты же не служишь Кришне, ты же просто наслаждаешься, поэтому ты счастливым никогда не будешь, да. Вот, и они вдохновили меня сразу же повторять 16 кругов, то есть, ну, этот преданных, который, ну, то есть, я, в принципе, уже пошел к преданным, и я знал, что все надо бросить, от всего отказаться, потому что, ну, уже просто выхода нет, да, потому что так продолжать, наслаждаться, просто можно до самоубийства себя довести. И я уже шел, я думал, все, бросаю. И пришел, и, видимо, как бы Кришна через сердце этого преданного вдохновил, он говорит, ты Джаббу повторяешь начетку, мантру начетку повторяешь? Я говорю, я даже не знал, что надо начетку повторять. Он говорит, да, да, мы все повторяем на четках 16 кругов каждый день, минимум. Вот тебе четкий повторяй. И, может быть, он даже не имел в виду, что я тоже должен повторять 16 кругов, но я это так понял, что вот все, минимум каждый день 16 кругов. Он мне показал, как повторять, ну, как бы, как перебирать четкие, но он не показал, как повторяют, я вообще не знал. Не видел никогда в жизни, как, ну, чтобы кто-то мантру повторял. Я пришел домой и начал повторять мантру, там, Харея Кришна, Харея Кришна. И вот так 16 кругов ушло у меня часов, ну, 8, это минимум, на такую мантру, громко и медленно. И у меня там горло болело страшно, слезы текли из глаз, я думаю, как можно над собой так издеваться? Я вот так дня три повторял мантру и думаю, все, надо ехать к преднему и узнавать. Неужели все они так над собой издеваются? И приехал на программу, к счастью, самый первый человек, которого я увидел на программу, я раньше даже приехал, да. А там уже один брахмачарий сидел в углу и повторял мантру, да. Очень быстро и, ну, как бы, тихо. Я подумал, о, это легко, я так тоже смогу. Ну, то есть, как бы, сразу же получил ответ на свой вопрос. Вот. И просто как-то, видимо, предная сразу прочувствовали это настроение, что я уже все, как бы, ну, меня Кришна довел до того, что я уже полностью готов предаться. И они сразу мне сказали, все, давай, переезжай в Ашу. Вот. И с родителями тоже так очень интересно решилось, что я им даже особо не проповедовал. Например, отцу я сказал, что это вообще не для тебя, это не для, ну, как бы, таких людей, как ты, что ты все равно ничего не поймешь. Он такой разозлился, говорит, нет, давай, объясняй мне. Я ему говорю, не буду. Вот. И в конце концов он поехал, нашел преднак, и говорит, вот, злой такой, говорит, мой сын не отказывается объяснять, что это такое, объясните. Вот. Ну, и потом я ему сказал, ну, вот, хочешь, чтобы мы с тобой как-то общаемся, вот, повторяя мантру. Он нафиг повторял, и так далее. Ну, то есть, как-то так. Он очень быстро стал предным именно из-за того, что я его так держал, как бы, от сознания Кришны на расстоянии вытянутой руки, чтобы все это не для тебя, ты живешь своей жизнью. Такие там не нужны, как-то. Я знаю, что многие, как бы, ну, предные, они так упорно проповедуют родителям, и они только негативно настраиваются. Мои родители стали предными, потому что я, как бы, дальше, как бы, не пытался их затянуть в сознании Кришны. Ну, человеческая психология так работает. И, ну, хотя мать, она, на самом деле, была со знанием Кришны знакома еще, там, я не знаю, с начала 80-х, ей там кто-то проповедовал, поэтому она, ну, очень легко приняла. Вот, ну, в любом случае, после того, как я присоединился, тогда все было очень просто. Основной, ну, Харинамы невозможно было проводить какие-то другие виды проповеди. Практически не существовали. То есть, самый главный вид проповеди было распространение книг. Все распространяли книги. И я присоединился в 89-м, и буквально за очень небольшой срок до этого преданных выпустили из тюрем. И преданные еще, ну, так сказать, находились в таком полуподпольном настроении. Когда я пришел, у них были еще вот эти самоздатовские книги, напечатанные там, так, криво-косо, вручную переплетенные. И мы их распространяли. И потом сообщили, что... Ну, то есть, события очень быстро происходили. Преданных выпустили из тюрем, потом с корабля на бал. Они сразу полетели в Индию. 52 человека. Вот им все там проплатили. Они вернулись из Индии. И общество зарегистрировали в Москве. Официально. И сразу же европейское BBT прислало 250 тысяч книг до упады в подарок преданным. То есть идея была такая, что преданные будут распространить эти книги. И на лакшме полученные они будут развивать свои общины. То есть это было пожертвование от европейских преданных, от европейского BBT. Четверть миллиона книг серьезное количество. Это были... А? Нет, на русском языке. Может быть, кто-то из вас даже встречал. Это вот такие книги с очень яркими обложками, но в мягком переплете. То есть... Да? Попадались? Учение Господа Чайтани, Бхагавадгита и Книга Кришна называлась «Источник Ишния Господа Чайтани». То есть вообще толстые? Да, ну, достаточно толстые. Вот. И в бывшем союзе тогда, ну, все было такое серое. Были такие яркие книжки. Их люди разбирали вообще с руками Адрама. Такая была Санкиртона мечты. Просто надо было выйти на улицу, встать где-нибудь в людном месте с книгами, да, и сказать, кто хочет книги, и толпа наметала. Вообще за любые деньги разбирали. И, соответственно, ну, КГБ понимало, что если от Кришнаитов было столько проблем, когда мы их пытались запрещать, и, ну, мешали им книги издавать и распространять, если сейчас они зарегистрированы, и если мы сейчас им четверть миллиона книг вот так просто выдадим, они вообще всю страну порудут. Вот. И поэтому они не хотели выдавать книги, они их арестовали на таможне, и московские преданные сообщили об этом по всему бывшему союзу, и отовсюду собрались преданные, ведущие. То есть большинство из них прошло через тюрьмы, через очень серьезные испытания, такие были очень крепкие в сознании Кришны, и, ну, то есть была удивительная атмосфера, когда я вот присоединился в Сухуми. Для меня это было, ну, вот, просто была такая сказка, потому что это были преданные, которые прошли через такие серьезные испытания, что, как бы, ну, у них в жизни не было никого и ничего, то есть они не могли ни на что надеяться, кроме как на Кришну и друг на друга. Все. И у них были настолько, как бы, отношения тесные между собой, что, ну, любой из них был готов умереть за преданных вообще без всяких размышлений, если понадобится, да? Вот. И такая вот, ну, реально духовная, семейная атмосфера, да, такая атмосфера духовной семьи, она поражала просто, потому что вот таких отношений я не видел никогда. Вот. И... Ну, я подумал, да, я всю жизнь таких людей искал. Поэтому сразу вдохновился присоединиться. и потом мы поехали в Москву, то есть нас московские преданные попросили всех собраться для того, чтобы как-то выбить книги из таможни. Вот мы проводили хоринамо-протесты. Все-таки несколько раз нас арестовывали, избивали, сажали в эти ну, камеры, КПЗ, но поскольку общество было все-таки зарегистрировано, то есть дальше этого не шло. Но там были какие-то очень интересные вещи такие, например, но у нас было очень много и первый раз нас попытались арестовать, то есть буквально там. Ну, так интересно происходило, потому что я увидел, мы шли с хоринамой вдоль проезжей части, я увидел, что за нами едет милицейская машина и они там по рации о чем-то говорят и на нас смотрят, я понял, что это по нашу душу и что у нас точно будут проблемы в ближайшее время. Вот. И я уж не помню, в этот день, по-моему, да, в этот же день мы были рядом с московскими новостями, то есть это была такая акция очень мощная, потому что мы хоринамы проводили рядом со всеми ну, как бы, точками, где какие-то влиятельные люди были, или члены правительства, или посольства каких-то стран, или там новостные агентства и так далее, и так далее, да, то есть мы все эти точки кто-то прям вычертил маршрут, и мы ходили с хоринами 8-10 часов в день без перерыва. Несмотря на как бы молодость и то, что у меня было полно сил и энергии, я каждый день приходил, но и мы утром выходили, завтракали, обеда не было, то есть целый день ходили и возвращались только вечером, да, можно было поесть, я был такой голодный, но когда я приходил, я был настолько уставший, что вот просто я падал на пол и засыпал, у меня даже не было сил поесть, и на следующий день, а я был в таком состоянии, что я как бы даже говорить не мог, только шептать, горло срывал, ну как бы без динамика пели, без ничего, и ноги просто вообще не держали, и я думал, что все, на следующий день ничего не получится, я остаюсь, на следующий день все восстанавливалось, и снова я шел, и так далее, ну то есть вот так, очень интересно Кришну устраивал, вот, и нас было достаточно много относительно, но где-то человек сто пятьдесят собралось со всего бывшего союза, там, например, бридангистов было вообще там два-три человека, немногие могли играть на бриданге, и вот те, кто могли, они играли много часов подряд, и, например, ну вот я помню, Адити Дуко, знаменитый, то есть, он там участвовал, и у него были все руки разбиты от бриданги, все в крови, и он просто заматывал там изоленты какой-то, я не знаю, чтобы кровь остановить и продолжал играть, ну то есть там так просто все жертвовали собой, и мы пели возле московских новостей, когда подъехали, по-моему, две машины полицейские или милицейские, как их называли в то время, выскочили милиционеры и попытались остановить Харинаму, попытались как бы арестовать преданных, но ничего не получилось, потому что ну вот действительно преданные, они настолько были подготовлены, да вот уже, во-первых, и Харинаму невозможно было остановить, то есть как бы вот они пытались подойти к лидеру и остановить Харинаму, и преданные раз в кольцо вставали ей, к лидеру, ну к ведущему не могли пробиться, пытались арестовать кого-то, с одной стороны тянут, за него преданные с другой стороны берутся, и они не могут оторвать, вот, или же, например, ну то есть все-таки раз двое милиционеров одного преданного схватили и тащат машину, да, а там был еще, ну, один такой предан, он сейчас в Москве живет, Паржанье Махарадзе, Паржанье Махарадзе, с него временем не было, Паржанье Махарадзе, да, да, потом встречались, да, и он, ну как бы, у него такое прошлое, он там в какой-то группировке преступной был, ну то есть, такой человек, который, никого не боится, и милиционеры тащат, а, как бы, ну, физически противодействовать милиции было нельзя, это было уже уголовно-наказуемое преступление, поэтому преданное этого не делали, но они придумывали разные способы, как не драться с милиционерами, но никого не дать арестовать, вот, и двое милиционеров тащат, как бы, одного, да, машину, им надо было хотя бы кого-то арестовать, да, зря приехали, что ли, и Паржанье Махарадзе сзади подкрадывается, это был такой цирк, и у них такие эти фуражки, да, и он снимает фуражки со спины, и, как эти тарелки, куда-то закидывает, далеко-далеко, да, на газон, и милиционер без фуражки, ну, что это за милиционер, опа, фуражки нет, они уже бросают предного, за фуражкой бегут, да, а Паржанье, он раз, выкинет фуражки, и сам раз, куда-нибудь, чтобы его не видели, но потом милиционера увидели, ага, вот, злодей, нам мешает, раз его арестовали, и уже тащат его, и мой первый президент храма был, его звали Амбариши Прабун, он уже оставил тело, старый предный, и он был такой удивительной личностью, у него был черный пояс по карате, он какой-то там мастер спорта, с какими там вообще, ну, очень серьезными достижениями, и у него был, было такое шакти, ну, просто, никто не мог выдержать его взгляд, вот, если он смотрел на кого-то, вот, просто как два луча лазера, пробивали вообще до мозга костей, и если он что-то говорил, вот у меня такой опыт был, что все, ну, то есть он очень мало говорил, он целую кучу мантры повторял, я не знаю, сколько он кругов, никто не знает, ну, 64, это минимум, наверное, постоянно с джапой, вот, и очень мало говорил, такой, молчал, но если он что-то говорил, то это все на всю жизнь, никогда не забудет, вот он мне там пару наставлений дал, которые вообще всю мою жизнь перевернули, в свое время, и он играл на джадших, во время Хаминавы, и, ну, к нему боялись подходить, там, арестовывать его, вот, и стащит поджанью Махарази, и Амбариша так заходит, и встает прямо перед ними, между ними и Машиной, отпустите его, они такие, ты кто такой, он говорит, неважно, отпусти тебя, и, милиционер уже такой смотрит, ему в глаза, такой боится, говорит, нет, мы не отпустим, все, мы при исполнении, мы его арестовали, там, пытается что-то там, пролепетать, он говорит, последний раз предупреждаю, отпусти, или пожалеешь, ну, причем, как-то, сухумские, предные, в основном, грузины, да, отпусти, или пожалеешь, этот милиционер, такой, нет, нет, мы его арестовали, и тащит, амбариша берет эти джачки, изо всех сил, перед лицом, у этого милиционера, ну, он не задел его, но там такой звук, и он настолько испугался, милиционер, не только бросил, поджарил махараджи, вообще упал назад, на газон от страха, я говорю, что он его вообще убил, а второй кричит, сумасшедший, оставь его, не приближайся к нему, вот, ну, и, в общем, такими способами, но они все равно, как-то пытались арестовать, но через какое-то время, ну, как бы мы же пели хоринаму, и там толпа собралась, и у нас там эти, транспаранты, что наши права, как верующих, ущемляются, несмотря на, там, властность, перестройка, и все остальное, отдайте наши книги, и, там толпа стоит, симпатизирующая нам, и тут милиция нас пытается арестовать, и вся эта заваруха происходит, прямо на глазах у этой толпы, и, какая-то девица, вообще молодая, 20 с небольшим лет, она разбегается, и с таким воплем пронзительным, бежит, и с вытянутыми вперед руками, и толкает милиционера в спину, ну, даже несмотря на то, что девчонка молодая, как бы, но разбег она взяла, и просто, эта инерция, она так его толкнула, что, милиционер вообще не знаю, куда улетел, и они просто посмотрели, что происходит, и поняли, что, если они еще останутся, хотя бы, на минуту дольше, уже вся толпа, просто на них бросится, и все, просто толпа, как бы, уже не крична, и они их реально порвут, там, такие были серьезные, и они поняли, что все, пора сворачиваться, и они раз, быстренько машины, и уехали, но я понял, что это, как бы, ну, они просто так, это дело не оставят, что они будут продолжать, и на следующий день, уже ОМОН приехал, причем, ну, это была, вот, штурмовая бригада, с касками, со щитами, с дубинками резиновыми, и просто, без вообще, всяких предупреждений, со всех сторон, на нас накинулись, и начали колотить все, и это был, вообще, такой сериал, то есть, я вижу, ну, то есть, вот, только хрена могла, а тут уже бойня пошла, да, эти ребята там, молотят все, и пока я смотрю, не понимаю, что происходит, смотрю, мне тоже, как бы, достается, да, меня тоже начали избивать, там, раз, схватили, и там, они два автобуса подогнали, и начали приедут в автобусы, закидывать, вот, и мы поехали, ну, то есть, нас повезли уже в отделение милиции, я так думаю, странно, вроде нас били, вроде меня били, а я как бы не чувствую боль какой-то, ничего вообще никаких, ни следов, кости, говорят, ломаются, ну, то есть, когда резиновая, резиновая дубинка бьют, вроде и кости все целые, все нормально, как будто вообще не били, у других преданных спрашиваю, у вас били, у вас били, били, какие-то повреждения есть? нет, вообще ни у кого ни одного, ни одной царапины, то есть, вообще, какая-то мистика, вот, и так далее, ну, то есть, в конце концов, мы книги все-таки выбили, вот, ну, такое, такое интересное было время, конечно, приключенческое, хотя я присоединился, но практически в самом конце, те, кто раньше присоединились, там у них еще было много всего, но, да, основная была задача распространять книги, поэтому я распространял книги первый год, вынужден покаяться, что, как бы, брахмачари ашами я не жил никогда, то есть, сразу, как я присоединился, меня на выездную Санкиртану, сначала там по Грузии ездили, книги распространяли, а потом, ну, прямо в Россию начали выезжать, и меня очень сильно вдохновлял ритмей, в Рокхайшн, который действовал по каким-то новым местам, там организовывал общины, я своему вице-президенту говорю, ну, вот я бы тоже как хотел, и было очень интересно, что он, как бы, не говорил, нет, но он просто говорил, что ни в коем случае один не ездит, потому что майя очень сильная, я был готов один вообще, новый город какой-нибудь, с книгами ехать, и там, организовывать ядру, он говорил, можешь поехать, не проблема, но обязательно с кем-то, потому что майя очень сильная, если будешь один, попадешь на удочку, и он находил преданных, с которыми, он меня отправлял по новым местам каким-то, то есть пару мест, мы так съездили, в Уфу и в Сочи, и там появились преданные, и с этого началось какое-то развитие, ну, и в Сочи был такой реальный аккорд, то есть я там целый год книги про распространял с одним преданным, ну, было очень интересно, что он был единственным во всем городе, там многие люди интересовались сознанием Кришны, потому что Сухуми в Сочи рядом находится, и мы часто ездили, книги распространяли, но все, кто привлекались, Сочи, такой город чувственных наслаждений, никто не мог принципы соблюдать, то есть с Хари Кришна мантрой нет проблем, а вот регулирующие принципы, ну, вообще там, и вдруг появился один преданных, который все, причем грехасто, с детьми, и он все, уперся в четыре принципа, ну, такой боец, но он оказался родом с Урала, да, уральская закалка, вот, и меня с ним отправили в Сочи, ну, он до сих пор очень много служения делает, хороший проповедник такой, талантливый, и мы с ним прожили целый год в квартире вдвоем, и у нас была очень простая программа, то есть утром вставали, готовили, нет, утром вставали, ну, то есть джапа, потом пропивали все службы, читали бхагаватам, обсуждали бхагаватам, быстро готовили завтрак, принимали, и выходили на целый день на санкетах, вечером возвращались, что-то еще, ну, как бы с утра, что оставалось, принимали, вечерняя программа, гаурарати, бхагавадгиты читали, ложились спать, и вот так целый год, и благодаря этому появились преданные и достаточно серьезные, то есть уже начали принципы обследовать и все остальное, то есть он своего брата сделал преданным, родного, такой тоже интересный пример, кто-то был в Сочи, его брат сейчас президент храма, Ишана, да, тот предан, про которого рассказывает, его родной брат Гористо Дюйн, он там же, там же все, 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 ну, Ишана в свое время служил в десанте, и он должен был вернуться из армии, и Гористо Дюйн говорит, ну, вот все, он придет из армии, он должен стать преданным, то есть как бы, ну, кто-то к нам присоединится, первым будет он, вот, а его родители, они были и так в шоке, что сын Кришнаитом стал, и они очень сильно боялись, что второй сын придет из армии, тоже станет Кришнаитом, вот, и они, ну, то есть как бы, с одной стороны, Дрешта Дюйн напланировал, как сделать Ишану преданным, с другой стороны, родители планировали, как ему помешать, и, что они придумали, они, как бы, ну, понятно, что сознание Кришна обозначает никаких чувствных наслаждений, да, контроль ума и чувств, и поэтому они решили пойти на совершенно радикальный шаг, ну, то есть, понятно, армия, там тоже контроль, да, строгий, там, особое чувство наслаждать не получается, ну, естественно, что это искусственно происходит, и поэтому, там, как бы, солдаты приезжают, у них есть эта тенденция понаслаждаться, и вот они, родители, вот это, конечно, дикий случай совершенно, они специально, ну, покупали, там, какие-то очень редкие и дорогие марки сигарет западных, да, какие-то, там, коньяки, там, виски, еще что-то, джинны, тоники, ну, в общем, все, что угодно, вот они собрали целую коллекцию сигарет, алкоголя, планируя, что второй сын вернется, Игорь, на этом он не будет, мы его там скурим, с поем, и они пригласили, там, максимальное количество его кармических друзей и подруг, то есть, там, девицына приглашали, вот, и он пришел с армии, ну, соответственно, домой, и его полностью погрузили, в первую, все, там, сигареты, алкоголь, женщины, и там прошло, по-моему, два или три дня, я уж не помню, сколько, и вот за эти два или три дня, они его так пережгли, и потом, после того, как он уже с такой квадратной головой, приходит при штадионе, говорит, слушай, пойдем, я мне, и я до сих пор, помню, то есть, они, сами того, не подозревая, помогли процессу, я до сих пор помню, я выхожу на Санкт-Петербург, а, как бы, Ишан, он пришел, в гости к нам вашим, Идри Стадюна, видимо, ему уже, как бы, начал проповедовать по дороге, и я выхожу, и там такая картина, сидит Ишана в коридоре, они даже до комнаты не дошли, он в коридоре сидит, за голову держится, с попойки у него болит голова, Идри Стадюна ему проповедовал, и я пришел вечером, и точно такая картина, в том же вечере, буквально 8 часов без перерыва, он ему проповедовал, и все, и тот из Ашрама больше никуда не шел, вот так и остался ваш, и нас стало уже трое, и все пошло намного веселее, то есть начали люди приходить, мы начали программу проводить какие-то и так далее, и в конечном итоге, ну, как бы, это все так выросло в серьезную ядру, и с Сухуми приехали, ну, лидеры и решили, что надо подкреплять, вновление какое-то, в более активное развитие пошло, и Аддити Духа, Рагу стал президентом, в Сонщинской ядре, меня оставили лидером Санкиртаны, вот, и какое-то время я еще там был, ну, года три, наверное, но, но, честно говоря, тоже, вот, такая карма, что, поскольку не было особо никого, кто знает английский, Шелла Эндридюнова, проезжал достаточно часто, наверное, и другие духовные учителя, поэтому я там, например, несколько недель в Сочи ваши мне книги распространяю, потом поехал куда-то, там, переводить с духовными учителями, вот, ну, и так, какое-то время прошло, пока меня не отправили на Ураль, лет десять я провел на Урале, ну, то есть, да, можно о многом, конечно, рассказывать. Как нам сказали, у нас еще больше часа времени. Серьезно? Ну, может, какие-то вопросы есть? Продолжение, вопросы есть, потом. Это время как-то отличается от того, как сейчас отдавать сознание Кришны? Идеи какие-то? Ну, раньше было достаточно просто, потому что кроме сознания Кришны вообще в стране практически не было никакой эзотерики, ничего такого интересного, духовного, и поэтому книги было распространять легко, людям было легко присоединяться и так далее. вот, но сейчас у людей очень большой выбор. И в духовном калетоскопе очень много опций, да, и материальной жизни столько у людей всего, да, то есть сейчас явно должна быть другая страна, ну, то есть, как бы, и видно, что те люди, которые привлекаются в движение, они в основном привлекаются, ну, то есть, через здоровье, через психологию, через аюрведу, через астрологию и так далее, и так далее, да, через йогу, через какие-то другие каналы. А что тогда распространение книг? Внутренняя работа получается больше, чем Распространение книг, безусловно, что оно меняет жизнь людей, очевидно. Люди читают книги прабхупады, но тот эффект, который мы ждем от распространения книг, но он немножко наивный, что вот люди прочитают книги прабхупады и станут преданными, да, то есть, в основном, люди читают книг, и они какие-то идеи оттуда черпают, и они в чем-то меняют свою жизнь, то есть, вот то, что я вижу, что происходит, ну, вообще по всей планете, очевидно, что это происходит, но если не непосредственно под влиянием сознания Кришны, то сознание Кришны очень серьезную роль в этом сыграло, что фильмы, ну, вообще, очень много всего, да, фильмы, песни, книги, какие-то направления, то есть, сознание Кришны в каких-то формах, в каких-то аспектах меняет жизнь людей, но при этом наивно ждать, что все эти люди станут предны так быстро. То есть, они какие-то моменты применяют, но не все. это постепенный процесс. А если все преданные будут выходить распространять книги, ну, не так, что это их служение, допустим, просто это у них понимание такое сидит, что что правопады это не творит по 15 минут в день, будет это иметь какой-то эффект, или это... надо понять, что хотел правопада. Это работает. То есть, правопада хотел не просто, чтобы его книги вот так распространялись, знаете, как сеять, сеять 7 минутам, да, то есть, как, ну, очень много таких примеров книги в мусорных ящиках и так далее, и так далее, книги, которые распространили там на каком-то заводе где-то, они так и остались на складе, и никто их никогда не взял, просто потому, что мы, видимо, просто открыли книги и сказали, что, ну, ладно, деньги отдали, но это не для нас, то есть, они отказались вообще брать эти книги. То есть, очень много такого. Нашал Бравопада, конечно же, ну, был удовлетворен тогда книги распространялись вот так широко и везде, потому что все равно был какой-то шанс, что люди будут читать и так далее. Но, если посмотреть на биографию Бравопада, он был особенно вдохновлен, когда книги, когда его книги распространялись по высшим учебным заведениям. То есть, он все-таки хотел, чтобы эти книги люди читали, чтобы они не просто стояли у них на полках, что книги это не способ выбить у людей деньги какие-то, надавить на них, забрать деньги и дать книгу, которую, может, они никогда и не прочитают, но чтобы эти книги действительно люди изучали и исследовали и исследовали его. То есть, вот в этом направлении, если какие-то усилия приложить, я думаю, что это то, что больше всего вдохновить своего группа. в то время, вот в эти годы, когда мы начинали, правительство было сильно против, сейчас полегче, а люди даже за вас заступались, и книги не проблему было брать. А в какой момент начало происходить, что закон не избивает, милиционеров, а на улице слышишь такие оскорбления. Люди, не зная книгу, просто оскорбляют, зная, что это картично. Откуда это пошло, что такое отрицательное отношение? Два источника. Один, это, конечно же, то, что у людей могут быть какие-то ложные представления о сознании Кришны о преданных, это да, но с другой стороны, они могут сталкиваться с какими-то проявлениями фанатизма или еще чего-то не очень вдохновляющего со стороны преданных, и в них могут создаться, может создаться неправильной проповеди и каких-то какого-то реально неправильного поведения, потому что, к сожалению, были случаи, когда предные от лица сознания и Кришны делали какие-то совершенно недопустимые вещи. И Каль-юга это такой век, что если вы сделаете десять хороших дел, особо сильно этого никто не заметит, но если кто-то сделает что-то плохое, об этом будет очень много и долго говорить. То есть это факт. Кришна, спасибо. У меня вопрос такой, есть ли у вас друг в сознании Кришны и как дружба повлияла на ваше сознание Кришны? У меня очень много друзей в сознании Кришны. Много старших старых и старших преданных, с которыми у меня очень близкие отношения, доверительные в России и другие страны. И безусловно, они помогают, потому что они могут сказать то, что может быть, другие постесняются сказать. Это очень важно, чтобы на любом уровне был кто-то, кто нам может сказать, что мы должны исправить. Я хотел спросить у вас у меня вопрос, он в голове сидит, еще раз вспомнит о том, в нашем общении, о том, что мы были. разные страны, много писем, разговоров и прочее, решаемых, нерешенных, одновременно все это. Сидит? Как удается такое состояние сохранить? Хотелось бы научиться тоже. Ну, куда дюйматься? потому что, если самому не следовать тому, чему других призывают, что просто серьезно они будут воспринимать. Поэтому, если уж какие-то серьезные заявки, приходится самому подтягиваться. То есть, это как самодисциплина такая, да? то есть, как, ну, те, кто проходили через, ну, то есть, прошлый приезд самостоятельно в Омске я проводил йогу успеха и первый урок йоги успеха, на основе Багараткида, это жизнь без конфликтов. Ну, вот, соответственно, чтобы у нас не было никаких конфликтов ни с кем, ни внешних, ни внутренних, да? Потому что любой конфликт или любая неудовлетворенность, которая есть у нас в жизни, обозначает конфликт с Кришной. Потому что Кришна все контролирует, Кришна все устраивает, если нам что-то не нравится, у нас проблемы с Кришной. Ну, и, соответственно, уж, если я буду эти вещи продвигать, если у меня снова будет проблема, кто же меня воспринимает серьезно? Поэтому приходится над собой тоже работать. Куда деваться? Кришна. Да. А мотивы менялись у вас? в течение как только начинались служения и мотив, почему вы служите? Основной мотив, наверное, нет. То есть, вот есть, как бы, ну, какие-то поверхностные интересы, мотивы, но есть, вот, глубинная какая-то программа, которая, ну, уже дана нам по жизни, она не меняется, в принципе, да, это то, какими, какими нам Кришна, нас Кришна создал в этой жизни. То есть, и я вот так анализировал, потому что, ну, тоже, основная вещь, которую я и до предных, и до других людей пытаю это нести, что самое главное в нашей жизни это мотивация. То есть, без мотивации даже утром встать невозможно будет, должна быть мотивация обязательно. И чем глубже мотивация, тем более серьезные успехи мы можем достичь и практической жизни, и духовной, да. И я думал о своей мотивации, ну, и, в принципе, все то, чем я занимаюсь в жизни основано на этой мотивации. то есть, как до сознания Кришны я, ну, верил в Бога, в принципе, всегда, потому что родители верили в Бога, и все вообще родственники верили в Бога, не было атеистов. И я, в принципе, понимал, ну, что хорошая карма, ну, раньше, может, я не знал, не был знаком с каким-то понятием, но я видел, что мне в жизни не просто везет, что Бог как-то обо мне заботится, просто потому, что я как-то, ну, обращаюсь к Нему и так далее, да. И очень много на меня делает всю жизнь. И я подумал, что что-то надо сделать для него, что можно сделать. вот придумал сражаться с атеистами, коммунистами. То есть, решил против советской власти бороться. Вот. То есть, я был таким, как это сказать, бунтарем. и, но это у меня осталось, кстати говоря, что я, ну, то есть, даже в сознании Гришны, имеется в виду, что сознание Гришны это некий идеал, но в движении могут быть очень материалистические проявления, которые могут, к сожалению, влиять на лидеров даже на самом высоком уровне. Это вот три проявления очень такие уродливые, которые Шила Правупада, с которыми Шила Правупада изначально боролся. Это бюрократия, коррупция и интриги. То есть, то, что называется политика. Когда в лицо человеку улыбаешься, а за пеной говоришь гадости. И, к сожалению, в религиозных структурах это очень распространено. То есть, и я, например, категорически противник всех этих вещей. Я считаю, что они никак имеется в виду, что бюрократия может иметь какой-то позитивный аспект в плане дисциплины, организованности. То есть, в принципе, организация совсем без бюрократии, трудно себе представить. Но, тем не менее, она имеет очень такой негативный, очень такое негативное проявление, когда один человек не допускает никаких возражений, не допускает никакой критики, когда кто-то пытается поставить себя в позицию абсолютного авторитета. тот, кто всегда прав. Прав тот, у кого больше прав. Это очень опасный элемент бюрократии, который совершенно недопустим. Мне, например, это тоже не нравится. У меня были проблемы с этим, потому что я никогда не молчал даже будущего организации. но я уверен в том, что это, например, правильно, потому что я вижу пример Шива Прабхупада, который против этого был категорически настроен. Я вижу, как мой духовный усилий это не поддерживает ни под каким битом и так далее. И что многие серьезные предные они тоже в этом плане действуют. То есть бунтарем был, бунтарем остался. Вы же как бы бунтарем это против старших, если бы старшие себя не зыбленно оставили, и это будет конкретно мешать. Вы высказывали напрямую. благословите. Ну, естественно, что надо это делать правильным образом. ни в коем ни в коем случае ну, как бы как это есть я вот не знаю это русская не, не, не русская сказка или не русская по-моему какая-то европейская что жил был какой-то дракон с которым там боролись принцы и никто его не мог победить. сколько принцев не отправлялась на борьбу с драконом никто не возвращался живым. Ну, вообще не возвращался. И было такое впечатление что дракон уничтожил всех этих принципов поэтому они не вернулись. Но кто-то решил поехать в это царство и проверить что же случилось с этим принцем. И оказалось что на троне дракона сидит последний принц. То есть как бы оказалось что они ехали побеждали дракона сами занимали его кресло и становились следующими драконом. Потом с ним боролись же, да? Другие и следующие. Да. То есть с чем боролся на то и напоролся или с кем боролся на то и напоролся то есть очень важно именно мотивация что мы ни в коем случае не ненавидим грешника да? Как Иисус Христос говорит что надо ненавидеть грех но не грешника то есть если у нас негатив по отношению к какой-то личности которая делает что-то неправильное это обозначает конфликт то есть если мы ну то есть к человеку относимся хорошо при этом мы относимся хорошо но мы против вот каких-то там неправильных вещей у нас нету ну как бы вот привязанности к результату так должно быть что я должен что-то изменить и так далее да то есть мы не выступаем с позиции контролирующего тогда мы можем сказать что я не считаю это правильным но как у меня был я не буду говорить кто и что меня просто попросили какие-то старшие высказаться в отношении того как строится служение я написал что слишком много бюрократии и потому-то потому-то что вот это то что то что правопады не хотела поэтому хорошо было бы чтобы ну этого не было все я в ответ получил вообще разгневанное письмо в котором там писалось что я вообще там как бы полностью в неправильном направлении движется и так далее и моему духовному учителю тоже такое же письмо написали еще хуже вот ну мой духовный учитель мне переслал как бы то что ему отправили даже без комментариев я ему написал что ну как бы если я что-то неправильно сказал или сделал я могу исправить то есть надо просто мне сказать что вот он промолчал но я прекрасно знаю что он в принципе понимает что я прав человек с которым я общаюсь у него более влиятельное положение и он там что-то написал такое очень серьезно но я ему просто ответил спасибо за ваше благословение то есть как бы я сказал что я думаю поскольку меня попросили но я не стал там что-то оставить пускай подумает решит сам для себя то есть у него есть свои отношения с кришной это его служение это его ответственность то есть я за него ответственности не несу поэтому зачем я буду говорить ему то что он мне не спрашивает и спрашивает спросил сказал то что думал то есть как бы чтобы не было привязанности но вы говорите про мотивацию и что она есть глубинная основная и какие-то поверхностные как определить глубинную мотивацию как найти правильный вектор который будет держать на пути все время ну глубинная мотивация это ответ на вопрос зачем то есть потому что вся мотивация связана с ответом на вопрос зачем то есть я себе задавал периодически вот этот вопрос зачем я присоединился к движению сознания кришны и я для себя понял что больше всего меня вдохновляла всегда первая цель искушения потому что она настолько универсальна что в принципе ну как бы запросто найдет отклик очень большого количества людей то есть распространение духовного знания и обучения людей методом духовной практики ради того чтобы помогать людям решать проблемы и достижение истинного единства мира во всем мире это как бы меня вдохновляло и в какой-то момент я понял что на этом и стоит сконцентрироваться и начал строить все свое служение на основе первой цели искон к тому же не так много преданных которые этим занимаются и мой духовный учитель всегда меня поддерживал в этом отношении и очень много преданных друзей которые этим занимаются мы вместе как-то другу помогаем как-то вывести сознание Кришны из разряда экзотических сект и сделать это реальной духовной силой которую признают и поддерживают все разумные виды на планете отвечают какие-то вопросы ну как-то да спасибо вам конечно вы сейчас много рассказывали о вашей жизни о тех событиях которые проходили вокруг вас таких очень насыщенных внешних событиях очень много что происходило вокруг поделитесь тем чем можете что происходило внутри вас какова была эволюция вашего сердца и ваших отношений с Кришной как это выглядело какие были этапы какие были прорывы сомнения преодоления может быть что-то из внутреннего мира без пол-литра черепа без пол-литра черепа личное отношение с духовным учителем это то что как-то заставляло меня переоценивать и себя и как бы все то что я делаю потому что ну вот это наверное нет ведь нет ведь случайности то есть каждый каждому Кришна дает того духовного учителя который может лучше всего помочь каждому из нас в соответствии с нашей какой-то психофизической обусловенности то есть я например ну оглядываясь назад подумал что наверное ни один другой духовный учитель не смог бы меня терпеть и я бы не смог принять никакого другого духовного учителя кроме того духовного учителя которые которые у меня есть потому что вот именно его менталитет его представление его взгляды они настолько гармонично соответствуют ну как бы тому что меня обновляют и какие-то в какие-то моменты он мог ну как бы буквально заставлять меня какие-то нереальные вещи сделать и понять сознание кришны ну то есть в начале ну как наверное и у всех молодых предных у меня была какая-то вот такая амбициозность она и сейчас тоже осталась что наверное это один из таких мотивов да показать что я тоже что-то могу что я тоже что-то из себя представляю это нормально нормально в принципе задействовать это в служении кришне да Шила Бравапада даже ну поддерживал да такое соревнование трансцендентное между преданными да и даже говорил да преданным например там американцев ну что вы за американцы если вы можете что-то серьезное сделать в сознании кришне ну и скорее всего эта мотивация она была есть и остается и она наверное всегда будет без нее просто невозможно двигаться вперед и раньше я в основном распространял книги распространение книг но я был лидером Сангиртона в том плане но как бы имеется ввиду что у меня была была такая должность официальная но мое представление о том что кто такой лидер Сангиртона это тот кто больше всего книг распространяет я делал все возможное и невозможное чтобы никто больше меня книг не распространял по крайней мере ваши и так далее и ну я не был каким-то чемпионом там на всероссийском и уж тем более международном уровне но все равно мог распространять достаточно много книг ну и коротиться этим и духовно учили нормально давай то есть все распространяй книги при всякой удобной возможности если мы например ездим с тобой и где-то есть возможности распространять книги и мы были где-то на юге тоже не помним где может быть там краснодар или ростов или там еще что-то и и не так вообще шансов нет но я как-то уперся я думаю как так он смотрит он слушает хорина то есть он позитивный настроен он должен как-то отреагировать вот вот я ему пытаюсь показать книгу а он так от меня как от мухи отмахивается говорит слушай не мешает я смотрю как люди поют уйди ничего себе странная какая-то реакция подошел к другому человеку примерно так же третьему так же четвертому и на пятом человеке я просто сломался просто когда люди вот так тебя в футболе ты причем достаточно грубо как-то энтузиазм он очень быстро уходит я так в такой депрессии вообще иду чтобы книги на место положить и прохожу мимо духовного учитель я говорю какие-то люди вообще ну что-то сказал странное материалистичное никто не хочет книги брать и он так на меня посмотрел и говорит все зависит от твоего желания и для меня это была такая пощечина я думаю какое желание о чем он говорит я же на его глазах столько усилий приложил неужели это недостаточно недостаточно показать для того что у меня было сильное желание но с духовным училием не поспоришь если духовный учитель сказал это все окончательное решение надо принимать то что говорит духовный вот это кришна но внутри я думаю нет все-таки я ему сейчас докажу что тут с моим желанием никакой связи нет что это люди виноваты что это не я я еще чтобы он окончательно убедился я еще к нескольким людям все-таки подойду и он увидит что они книги не возьмут и вот с таким твердым убеждением я подошел к первому человеку ну примерно ему сказал что вам же правда эти книги неинтересны и человек говорит а почему ты так считаешь и забрал у меня весь комплект я говорю подождите вы не поняли мы эти книги не дарим мы эти книги продаем за деньги он говорит ну и что никаких проблем я у тебя и куплю я говорю ну эти книги дорогие он говорит а я что на нищего похож я думаю ладно тогда такая цена там в два раза даже уже он говорит вообще не проблема достает кошелек и говорит то что сверху это тебе на чай тут не гуляй я такой вообще в шоке весь комплект забрал я так поворачиваюсь и играет на бредаге я думаю нет это случайность но попробую еще раз еще одному человеку подошел но уже такой убежденности не было я говорю а как насчет вас вам эти книги будут интересно человек говорит конечно давай сюда сколько вот столько давай третий человек пятый столько книг распространилось просто вообще нереальное количество и тогда я просто ну как бы ну был совершенно зеленым в сознании кришны и для меня это было чудо вот гуру сказал и все поменялось да а вот сейчас ну просто во прошествии многих лет я понял что произошло что он видел что я просто подхожу как бы к людям с таким пафосом с таким гонором что я там такой крутой санкертанщик сейчас вы у меня все книги разберете и вот это отношение к людям оно просто настолько было очевидно что люди даже может им были интересные книги но со мной они вообще не хотели дел наиметь и как только вот это сломалось когда вот все вообще меня отфутболили все они просто как бы ложное эго растоптали и тогда вот книги пошли то есть когда я уже подходил смиренно реально я понимал что все от меня ничего не зависит то есть все очень научно все очень просто но если мы не понимаем этих механизмов духовный учитель уже все прекрасно для нас это кажется таким чудом как такая показательная история про чудо сидит человек на суку и пилит его с внутренней стороны а сидит не слышно пилит пилит проходит мимо предной и говорит что же ты делаешь неужели ты пословицу никогда не слышал не слышал зачем ты пилишь сук на котором сидишь этот человек говорит иди отсюда что ты вмешиваешься в мою жизнь я знаю что делаю предной вспоминает предупреждение чинайки пандита не надо давать наставления глупцу он их не примет еще и разозлится и думает ладно все пускай Кришна научит я пошел дальше вначале он ему сказал ты же пилишь сук и свалишься иди отсюда я пошел и он какое-то расстояние прошел тот уже сук перепилил упал хорошо там ну невысоко ничего не сломал просто сотрясение такой встал вот это да это был пророк он предсказал что со мной случится надо быстрее его догнать и спросить сколько мне еще осталось жить ну это вот такой классический пример да то что человек в невежестве не может понять в силу своего сознания ну для того у кого сознание повыше совершенно очевидно да и вот как бы это модель отношений с духовным учительом то что духовный учитель видит для него это так вообще дважды два четыре для предного неофита это чудо откуда гору знает больше просады съел чем вы можете сказать какие были искушения когда вы только начали какой-то успех появился и остались на сегодняшний день искушения с чем вы как-то работаете какие-то наставления что все равно приходим в определенном сознании и какие-то в любом случае этапы нам надо пройти и зная что-то нам будет легче что-то преодолеть но два искушения самых больших в сознании кришны это женщина и деньги что группа об этом конкретно пишет что многие на этом попались и ну с деньгами как бы несложно потому что ну как бы у меня было денег до сознания кришны намного больше чем я мог потратить я уже перепробовал все что только можно сделать с деньгами и я так выгорел что одних воспоминаний об этом опыте достаточно чтобы вообще в ту сторону не смотреть вот но в отношении женщин ну как правило да как есть такая пословица что что вы ищите женщину лучше ищите деньги женщины прибегут сами вот то есть женщины они на деньги бегут просто автоматически то есть женщины бегут на деньги женщины бегут на должность женщины бегут на известность как только у человека появляются эти вещи сразу же появляется женщина до которые в нем заинтересованы и конечно же я не знаю сколько раз мне приходилось объяснять у меня нет интереса к семейной жизни никакого и так далее так далее как-то культурно порядочно объяснять в индии конечно намного все проще потому что есть какая-то культура сохранилась да и поэтому они через старших действовать и там все очень просто старший без эмоций спрашивают ну собираешься ашам менять нет не собираешься ну все нормально а когда кандидатки напрямую подходят там вообще такие претензии начинаются очень жесткие разборки ну и духовный учитель как конечно лично помогал в не потому что к нему проходили ну потому что знают что то что духовный учитель скажет сделать хотя говорится что есть единственное наставление духовного учителя которое можно от которого можно отказаться да это если духовный учитель говорит что тебе надо жениться то есть ученик может сказать нет этого делать я не буду это единственное но все равно поскольку ну и у меня такие личные отношения с духовным учителем близкие и поэтому естественно что все знали что все что он скажет я все равно сделаю и поэтому к нему мы мы хотим и духовный учитель говорил нет он мне нужен как брахмачапи поэтому спасибо до свидания вот и потом у меня тоже как бы полушутя рассказывает что подходили тут ко мне на днях было даже такое что при мне ко мне подходили при при нем со мной разбираюсь ну то есть очень очень опасная вещь например у меня пару таких ситуаций было что я просто понял что с ними опасно даже но как то то есть общение реально опасно с незамужними женщинами потому что одна мата джи ну то есть мой шик шигуро это джаба такому хараш у меня тоже с ним очень близкие отношения он мне тоже очень много сильно помогал в духовной жизни вот и одна его ученица к нему подошла и говорит я хочу благословение у вас получить он говорит да на что благословение она говорит я выхожу замуж за кого зовут а он до этого со мной говорил какие у тебя планы я были ну все так оставаться брахмачарием проповедовать и буквально через короткое время она к нему подходит и он как так она говорит мы с ним договорились он согласен и он такой в шоке если это так но жизнь ничего не бывает если это так если он сам ходит если согласился да я приезжаю маяпур и вижу также так и махараш как-то на меня очень косо смотрит ну так общается со мной какое-то напряжение такое есть и я говорю что-то случилось он говорит у меня к тебе вопрос ты же как бы но убедит что я в шахту ты мне говорил что ты не собираешься ашу менять а сейчас я услышу собираешься ашу менять я говорю от кого кто и он мне рассказывает эту историю я все дал благословение я говорю я об этом ничего не знаю и он как но тогда все нормально то есть и я понял что просто одни можно ждать все что то есть они могут все что угодно кому угодно сказать то есть для них это вообще цель жизни номер один они могут пойти на все ради того чтобы добиться того что они хотят поэтому для брахмачариев женщины то есть с ними вообще ни в коем случае нельзя общаться без кто-то должен быть свидетель вообще вашего разговора все что все общение которое между вами происходит должен быть свидетель потом помогут предъявить вообще все что угодно ну то есть вот это было не один раз по крайней мере было такие пару таких очень жестких эпизодов ну да это самое большое испытание приходится проходить но по крайней мере они общение с вами могут накрутить что они не могут они именно накручивают то есть я так понял что и даже уже научившись на этом опыте тоже активно участвовать служение и помогать я говорю матаджи смотрите я кандидат на саньясу у меня вообще нет никаких планов она горта нормально у меня тут никаких все нормально все хорошо и потом все выяснилось что все совсем не так то есть брахмачари если он хочет оставаться женщин реально боятся потому что вот этот цвет хоть это как красная тряпка для быка то есть они просто этот цвет видят у них планка падает они просто кидаются то есть они перестают соображать что они делали это зачем сейчас все брахмачари в шафранского за один зная вашу вовлеченность в дела мирового войска он хотел узнать что сейчас необходимо для для эскон как организации в целом на мирового эскон также именно для российского эскон какие и задачи над которыми сейчас очень важно работать а второй вопрос какие вещи которые сейчас необходимо наоборот убрать из нашей основной какой-то деятельности может быть есть что-то такое что мы делаем это неправильно в российском эскон то есть но честно говоря в россии я бываю достаточно мало не особо даже знаком с тем что здесь происходит большую часть времени я провожу в англоязычных странах я принципе даже на саньясу рекомендовали от британского но на уровне мирового эскон совершенно очевидно что нам необходимо признание то есть нашей роли и сотрудничество для этого необходимо и с государственными органами и с другими религиозными организациями то есть нам необходимо проникнуть сферы массового воздействия если мы хотим чтобы сознание кришна оказывала глобальный позитивный эффект то есть пока мы вот такими какими-то очень простыми способами пытаемся распространить сознание кришны как конечно какой-то будет но очень небольшой и поэтому ну очень много вопросов которые обсуждаются ну конечно два самых главных вопроса это первый вопрос нашего качества и второй вопрос нашей эффективности то есть очевидно например что сейчас то есть например принцип отчетности то есть уже все признали что каждый должен быть под отчетен то есть не должно быть никого кто выше какой-то открытости или отчетности на то есть должна быть полная прозрачность и во взаимоотношениях в деятельности ну то есть потому что если у нас какие-то серьезные проблемы внутренние на нас будут очень косо смотреть и каких-то серьезных возможностей у нас не появится ну то есть так или иначе все крутится вокруг этих двух вопросов наше личное качество и поведение и второе это наша эффективность эффективность обозначает ну вот я немного со старшими говорю опыт британского искон они там наладили взаимодействие с индуистскими организациями и благодаря тому что они построили доверительное взаимоотношение все эти организации они уполномочили сознание кришна представлять всю их структуру и благодаря этому преданные ну как бы сразу поднялись от маленькой какой-то экзотической религиозной группы до представителей всего всей сферы индуизма во всей стране что очень серьезно потому что индусы очень серьезную роль играют в плане экономики и многих других сферах благодаря этому они получили официальное разрешение представлять индуизм для школ то есть школы посылают экскурсии детей учат сознанию кришна в рамках индуизма в школах преданные преподают ну то есть вообще мечта то есть пожалуйста несколько часов в неделю вы проповедуете сознание кришна в школах и вам за это платят такие деньги что вам уже ни о чем не надо волноваться вы можете там и в индию пару раз в году слетать и все остальное вот и третье это конечно то что преданные организовали собственные школы ну под флагом индуизма и там это государственные школы их построили на государственные деньги оплачивают правительство всю работу и включая там зарплаты там божества просад все остальное но это государственная школа это серьезное достижение вот благодаря такому взаимодействию да то есть эффективность сразу выросла на порядок благодаря сотрудничеству предных приглашают в букингемский дворец там пообщаться с королевой парламент и так далее палату лондон даже то есть очень большие возможности у предных в парламенте джанмаштами отмечается хотя даже многие не имеют никакого понимания что такое джанмаштами но она проводится там один какой-то спикер парламента говорит что глядя на маленького кришну в колыбели сегодня мы можем еще раз вспомнить о важности заботы о детях или там дивали открывает на трафальгарской площади мэр лондона это в целом ситуация по миру такая или это британский опыт просто а в других странах немножко по-другому все например в америке это через школы йоги то есть как бы предные они очень много всего делают например там многие предные поют киртаны в школах йоги и проповедуют и благодаря этому очень неплохо и зарабатывают и многие люди предными становятся как например один из моих друзей шипра кладбру с которым мы много ездили в свое время и он отучился на психолога то есть он закончил и аспирантуру и защитил докторскую психологию и сейчас он преподает психологию сиднейском университете и поскольку он очень хороший музыкант и пивец он стал очень популярным в школах йоги то есть вот там это западная мода которая пошла с америки она очень скоро дойдет до россии гарантия но на западе большинство преданных опоздала на этот поезд то есть сейчас практически во всех школах йоги поют харе кришна но исконские плены нам практически не участвуют никак потому что другие группы они заняли эту нишу они сделали харе кришна махамантру безумно популярный люди за это деньги платят чтобы прийти и попить харе кришну сто долларов в некоторых случаях я знаю не преданно это делать а не наши не исконские и даже не гаудия башнавы то есть это вот кришна дас джиатал и вот в основном это ученики ним короли бобы они очень сильно популяризуют харе кришну махамантру и они добились серьезных успехов то есть я знаю что концерт кришна даса ну киртан кришна даса потому что я был в торонто он был в большом зале там больше тысячи мест сто долларов билет все раскуплено то есть там люди в проходах стояли чтобы попеть харе кришна с кришна даса вот пока в россии этого нет у преданных есть шанс занять эту нишу еще чуть-чуть и уже этого шанса не будет кто-то другой ее займет мне интересно как близко сейчас обстоят дела в европе и в америке там как изменилась ситуация начинается свинчат оголевку в настоящий момент ну честно сказать в основном искон существует и как-то даже ну развивается благодаря индийским общинам во всех западных странах то есть на восемьдесят процентов коричневых везде вот если бы ну не индийская община скорее всего во многих странах исконно бы вообще не существовало уже давно как так получилось а? как так получилось? как разошло? оскорбление преданного страха делилось? преданные начинали сражаться за что-то и совершали по отношению друг к другу такие сильные оскорбления что все уходили просто вот неважно кто был прав кто не прав за что-то сражались друг друга оскорбили и все ушли и та группа и та группа и все и хорошо что индийская община как-то вот подхватила этот момент да когда уже все развалилось и вот сейчас до сих пор они тянут на себя потому что ну индусы как-то вот есть у них это что могут они друг с другом без проблем найти общий язык даже если у них кардинальные разногласия да как классический пример Шила Бравопада и доктор Мишра байшнав и маевади да кардинальное вообще противоречие да ну какие-то проблем в личных отношениях тоже Мишра болеет Бравопада для него просад готовит сам лично его кормит тут тут чуть чуть не умер ну и как бы вроде бы с нашей точки зрения ну маевади подыхает но туда его и ровно да так Шила Бравопада его чуть ли не с ложечки выходил да вытащил его чуть ли не с того света доктор Мишра сам об этом говорит вот как бы вот у индусов вот это есть да что мы можем друг с другом не соглашаться по каким-то идеологическим принципиальным там духовным взглядом но на личные на наши отношения это никак не влияет мы все равно друг о друге будем заботиться все равно друг другу будут поддерживать помогать вот это у них есть и поэтому то есть вот сейчас мощность процентов индусы во всех западных храмах и нормально все хорошо а они там в этих храмах как бы ну предны то есть в последовательстве праупада или просто придерживаться индуистских веры в основном они предны то есть конечно есть прихожане которые там не обязательно члены искон но очень многие предны инициированные предны занимают ответственные посты президента храмов и так далее и так далее то есть очень много служения очень благочестивые вот именно именно об этом я так понял в благочестие заключается умение находить общий язык с другими людьми очень очень яркое яркое проявление благости не конфликт на природе ну любой кто был в Индии он это видел прекрасно да вот вы сказали что уже ниша занята Харе Кришна поют через йогу да? но не преданные да? и люди которые будут привлекаться ну приходят если платят по сто долларов Харе Кришну послушать да? и попеть отличается ли это благо ну что преданные привлекают или непреданные честно говоря вот когда я столкнулся с этим явлением в Америке что Харе Кришна Маха мантра безумно популярна и преданные к этому вообще практически не имеют никакого отношения я думал ну это было первый раз в Лос-Анджелесе нет в Сан-Франциско там проходил фестиваль Бхакти фестиваль Бхакти и меня туда ну как бы один преданный пригласил говорит хочешь поедешь на фестиваль Бхакти но там это было далеко и как бы у меня было плотное расписание времени не было но я думал что ну вот этот как наш нашу Сан-Франциско фестиваль что-то в этом вроде да там приятные собрались но у них называется фестиваль Бхакти он говорит нет ничего подобного там как бы другие люди я говорю а какой же это Бхакти ну он говорит дал мне адрес сайта дал мне адрес сайта я посмотрел 60 чем-то групп и там было всего две Исконовские группы мои функции гора мани остальные просто музыканты какие-то еще с каких-то духовных групп но все поют Харе Кришна практически и я подумал что ну наверно они поют Харе Кришна ну как моду но понимание у них какое-то свое или вообще никакого понимания а потом в Лос-Анджелесе через несколько дней у меня эта иллюзия быстро рассеялась потому что один преданный у него там клиника ну натуропатия там лечит альтернативными средствами и один из методов лечения мантра терапия то есть пение мантр для улучшения здоровья ну как-то вот в Лос-Анджелесе люди они верят в это святое и он там собрал всех своих клиентов ну человек там пятьдесятное в зайчике и пригласил нас попить Харе Кришна и еще пригласил одну группу вот как раз таки профессиональных певцов Киртана да ну такие ребята приходят разношерстного вида да солист в такой курте в джинсах потертых с такими длинными волосами ну такой полуповского вида явно как бы к сознанию Кришны мало отношения имеет ну и они первыми первыми пели да они там пели мантры кстати в основном мантры посвященные Кришне там джайга винда джайга пал что-то такое а потом в конце он говорит ну сейчас мы споем самую главную мантру Харе Кришна мантра она называется маха мантра великая песня освобождения потому что это главная мантра для кали-юрги для век в котором мы живем и что касается вообще проблем любых включая проблемы со здоровьем они у нас из-за того что у нас утрачены отношения с Богом и Верховный Господь это Кришна и Харе Кришна маха мантра это как раз таки мантра который устанавливает наши отношения с ним на основе божественной любви то есть как только чем больше чем больше у нас развивается любви к Богу тем меньше у нас проблем вот и поэтому это очень важная мантра самое большое препятствие в развитии божественной любви это майя иллюзорная энергия господа и я так слушаю и думаю ничего себе я даже от предок такой четкой и грамотной проповеди не слышал а тут какой-то хиповский парень и он так вообще философию излагает я думаю нереально и я понял что ну по крайней мере среди этих людей точно есть те кто сто процентов знает что они делают зачем они поют Харь Кришна если человек с таким сознанием поет даже если он деньги берет то на людей это влияет и они именно вовлекают людей к сожалению один из наших киртанистов достаточно известных он сказал что у них намного больше успеха потому что они поют мелодии которые людям легко повторить а мы зачастую поем такие мелодии которые ну как бы люди они просто сидят как на концерт если то есть как бы они делают доступным воспевание для людей и вдохновляют участвовать всех воспевания и поэтому людям так нравится по сути много из них мы соблюдали принципы а что многие из нас соблюдали принципы того как мы соприкоснулись с воспеванием да я имею ввиду я имею ввиду то благо которое они говорят что если имя произнесено изус непредного он не очищает а наоборот да да но как мы определяем предного то есть какой критерий преданности ну например он следует принципам общение с ним и разуме преданного делать следовать с я повторил хари кришна мантру тот уже считается преданным господь читания сказал да он три раза говорил кто такой предан да три уровня преданных он назвал просто вот один из них это тот хоть раз хари кришна но например Викторе Муде мы об этом говорили да что если судить о преданности по соблюдению любящих принципов да и эффективности воздействия на сознание окружающих людей благодаря этому факту Джордж Харрисон он стал преданным и ну я не знаю многие ли из вас знакомы с тем что происходит в кругах звезд но я вам могу точно сказать что там следовать регулирующим принципам практически нет шансов и Джордж Харрисон вот крутился в этих кругах ну то есть ладно вегетарианство и отказ от азартных игр ну как то это может пройти но что что касается секса и наркотиков одурманивающих веществ практически нет шансов и Джордж Харрисон очень сильно страдал от этого что он не мог следовать принципам вообще никак и он подходил к праупаде и говорил слышал праупада я хочу получить инициацию праупада отшутился вначале он говорит ну зачем тебе да ты и так Харрисон сын Хари тебя уже Кришна инициировал все нормально тебе не нужна инициация праупада это не шутки то есть я серьезно хочу всему начать следовать то есть вообще там я нахожусь в такой асад санге что я хочу все бросить от всего отречься и пойти в храм и там жить и все и праупада ему конкретно сказал нет никакого храма то есть ты должен находиться на том месте на котором ты находишься и проповедовать и меня совершенно не интересует ничего и он не мог соблюдать по носу и он приходил в храм который сам же подарил макдивиданта Мэда и предные например видели его да с сигаретой и подходили к Шиле Праупаде и говорили Шиле Праупада вы знаете Джордж приходил и мы видели что он курит там где-то в кустах да скажите ему что он не должен курить в храме ну как на территории храма да и Шиле Праупада им говорил а я вас что просил за ним шпионить вы за своей жизнью следите а не за ним у меня это не интересует я сам с ним разберусь и все и он был очень искренним преданным он повторял все круги выполнял служение проповедовал миллионы людей узнали о сознании Кришны и тысячи людей стали следовать духовной практике благодаря Джорджу Харису хотя он не мог следовать регулирующим принципам и какой результат в конце жизни он оставил тело под воспевание святого имени даже слышал что там с шелограммом в руке что бы такое было и в обществе преданных среди которых были его близкие друзья это Мукунда Махарадхи и Иши Масунда Джорджу и он оставил тело полное сознание и он говорил что у меня нет сомнений что я отправляюсь к Кришне так что пожалуйста можно ли сказать что Джордж Харису не преданный как же он тогда стольких людей стольких людей сделал преданным поэтому этот аргумент он как-то слабоват это к тому что если ну даже в Россию придёт не от преданных Хари Кришне Махамадху по вот этим широким публикам сколько это значит ничего не теряет общество получает Хари Кришне мы ничего не теряем да но просто мы об этом не будем участвовать то и хотим бы что поиск сознания Кришна ушёл а мы были провожающими на перроне извиняюсь надо вмешаться заканчиваем подходит время обедом да там прощна вы передавали что если вы желаете уже час да если вы желаете можно здесь побриться а машина за вами приедет через минут двадцать двадцать пять только вот так если вы здесь хотели бы побриться если нет то мы можем продолжить единственное что гамчи ну это всё окей хорошо хорошо вот последний заканчиваем Бабхте же ничего не зависит да Бабхте ничего не зависит то есть это воспевание оно тоже только святое имя личность Кришна то есть мы по-настоящему не можем судить кто предан и кто не предан даже если не предан то конечно святое имя оно не зависит само как-то распространять если вы не можете я сам буду поймать через другие то есть да невозможно судить о человеке по каким-то внешним факторам мы же не можем заглянуть в его сердце и понять его отношения с Кришной поэтому да это достаточно опасно да осуждать каким-то образом окружающих а что помогает так широко смотреть на мир на мир на мир практика ну да практика сознания Кришны потому что это один из одна из отличных тех сознаний Кришны потому что Кришна очень широко на всё смотрит если мы по-настоящему развиваем сознание Кришны мы будем смотреть на всё с точки зрения Кришны воспринимать всё так как Кришна воспринимает а не со своей ну как бы такой узкой позицией то есть да важно не рассматривать мир через оптический пицца это не совсем сознание то есть это не совсем сознание значит да омске припасение асфанхи да полчаса да и и а а и